Холодный ветер с ледяным дождем, а еще и мокрым снегом – вполне реальная картина для конца октября. Понижение температуры воздуха и повышенная влажность, как следствие, влекут за собой активный рост респираторных инфекций. Осень – это время простудных заболеваний, и, естественно, к лор-врачу увеличивается количество пациентов. Часто страдают уши, хронические атиты обостряются, заболевания с горлом, с носом. Больше всего, конечно, это уши. Пациентом врача ухо-горло-носа может стать каждый. Проблемы возникают как после обычных респираторных инфекций, так и ковида. Перенесенные заболевания снижают иммунитет и приводят к обострению многих хронических заболеваний. Здесь уже важна точная диагностика и правильная постановка диагноза. Наши лор-кабинеты оснащены комбайнами, эндоскопическими приборами, которыми мы можем посмотреть полость носа, носоглотку, ушей, гортань под увеличением. Пенсионерка Раиса Михайловна Котова скоро ложится на операцию по удалению катаракты. В плане подготовки и визит к ОТА-риноларингологу. Говорит, что очень порадовало доброе отношение. Прекрасные врачи пригласили, спросили, осмотрели меня. Мне много лет, я думаю, господи боже мой, неужели еще есть такие прекрасные люди? Обострение хронических заболеваний или профилактический осмотр не так уж и важно. Главное, чтобы на приеме возникло полное взаимопонимание между врачом и пациентом. А в постановке правильного диагноза поможет техника, которой по стандарту оснащения укомплектован лор-кабинет. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.